Друзья, ну вот тот самый человек, та самая гостья, про которую я вам рассказывала с самого начала нашей программы. Знакомься, Ольга Михалевская, керамист-философ. Доброе утро, Оля. Можно я с тобой, но ты? Да. Оль, скажи, пожалуйста, ну вот действительно очень интересный человек, интересная история у тебя. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что керамист-философ стал проводить свои мастер-классы по керамике на зоне? Ну меня пригласили, буквально позвонили и предложили, Оля, вот там Данил отказался, не смог, он сейчас работает на Альхоне, а можешь заменить его, поучаствовать в проекте галереи Диас на зону поехать, в тюрьму к убийцам? Я такая, ну да, я могу, почему нет? И я даже не думала, что это как-то воспримется плохо моими родителями, там бабушка, дедушка, мне, конечно, промыли мозги, но я все равно поехала и вообще не жалею, и еще буду ездить на личных началах, то есть я по гранту отработала, и теперь буду сама туда ездить, волонтерить. Ну вот смотри, Оль, ты в первые секунды согласилась, да, потом положила трубку, и, наверное, через какое-то время пришло осознание того, что тебе предстоит отправиться в тюрьму, общаться с заключенными, учить их тому, как лепить из глины вазочки. Не, ну я не глину месить там поехала с ними, я поехала им мозги немножко сделать, что, мне кажется, у меня получается так тихонечко, аккуратненько. То есть выстроить какой-то с ними диалог и понять, о чем вообще думают эти люди. Да, потому что, когда я глину кручу, это такой гипнотический процесс, так же, как можно смотреть на воду бесконечно, то есть люди смотрят, расслабляются, плюс я там положительный импульс опускаю, и они сначала спрашивают меня про какие-то по теме, а потом начинают уже не по теме. Особенно это интересно смотреть на несовершеннолетних, они прямо начинают, из них поднимается все, и они вот. А можешь поподробнее немножечко рассказать, вот что это за люди? Ну, касаемо взрослых, вот начали мы, собственно, с убийц, я когда зашла на зону, мне они показались какими-то очень одинаковыми, пустыми, с одинаковыми морщинами, с одинаковыми выражениями лица, цветом кожи, ну то есть просто черная масса. Я об этом подробно пишу в своих эссе. Вот, а несовершеннолетние, они такие, там вообще палец в рот не клади. То есть каждая личность со своими характерами. А вот глядя на этих людей, если бы ты их увидела где-то в городе, да, в толпе, могла бы ты выделить и сказать, что вот поэтому я точно скажу, что совершал, а вот поэтому нет? Я к чему веду, да, что чаще всего те люди, которые совершают убийства, да, либо какие-то другие, ну, другие дела, да, очень страшные, по ним и не скажешь, что этот человек мог что-то сделать подобное. То есть друзья не верят, родственники не верят. Ну, такое тоже возможно, да. Хотя у меня вот был, как бы, опыт, что я смотрю на человека в колонии, он, его вот в пиджачок одеть, он вообще такой прям кен, а потом так вышло, что я увидела его фотографию, когда он попал, собственно, в тюрьму, он убил восьмерых, и там просто Дориан Грей в конце фильма, он очень страшный, а сейчас он прям, ну, ничего такой интеллигентный. А тоже интересно узнать, идут ли они на контакт с тобой? Да, идут. А пришло ли к ним осознание того, что, вот, что они совершили, и хотят ли они измениться? Ну, по несовершеннолетним, я думаю, что с ними надо работать не как воспитатель, ни в коем случае. Ну, то есть я им... Типа друг, да. Типа друг, да. Понятно, что им другом стать сложно и не особо нужно, но именно вот в эти встречи я друг. Я друг, и именно... Мы же даже с детства, как бы, мы же не рассказываем ничего родителям, мы вот с подружкой там перетрем все, и хорошо. Вот. И так же они и со мной перетирают. Как ты думаешь, есть ли шанс того, что они изменятся и выйдут на волю совершенно другими людьми? Я думаю, что там есть две категории людей, которым нормально в тюрьме, которые хотели туда, и им там, ну, особо не парятся, там, кушать есть, они даже там немножко работают. Вот. А есть категория людей, которые, да, ну, то есть понимают, что это не их. То есть программа сидит в голове. Ну, вот отец сидел, я тоже сел. Очень хорошо. И потом просто понимаешь, что, ну, это не мое. А как ты думаешь, вот эти занятия по керамике, они им как-то помогают? Вот вспомни свое первое, да, занятие, и сейчас уже вот видишь какие-то изменения? Ну, я еще не так много с ними общаюсь, то есть каждую колонию я ездила по три раза. А касательно, у меня еще был опыт со слепыми детьми в интернате, я год вот отъездила туда, ну, там просто дети расцветали. То есть какая там придет девочка такая, там, глаз косит, такая она прям смурная. Закрытая. Да, слепит пистолет. Девочка вот такая вот. Слепит пистолет, вот так протягивает. Я говорю, о, пистолет тебе его обжечь, принести, она уходит. Через неделю приходит с косичками в платьице, бегает там, оля, оля, оля. Лепит мне всяких фей, бабочек, подарков мне налепила. Ну, вот что это? У них очень часто бывает, они прямо вот чернуху какую-то лепят, какие-то ножи какие-то, ну, как бы пусть выражают. У них, конечно, хватает всяких комплексов. А, Оля, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, все-таки чаще всего, почему получается так, что человек оказывается в местах лишения свободы? Вот что это такое? Это гены, это, ну, просто где-то оступился, да, никто не застрахован от этих ошибок. Воспитание. Мне кажется, это... Общество, может быть, как-то повлияло. Мне кажется, что корень зла – это неосознанность. Ну, то есть человек считает себя отдельным и из своих, как бы, вот, посылов эгоистичных так поступает. Думает, либо пронесет, да, либо, ну и ладно. Либо это, ну, вот как вот я приводила, например, что это программа, что отец сел, я сидел, или там, ну, вот, вот, там все уже в наколках такие. Ну, я уже не первый раз сижу там. Неосознанность. Надо все время понимать, что человек, который с тобой вот сейчас в контакте, он, собственно, такой же, как ты. Он ничем тебе не уступает. Ну, вот как раз за кадром мы с тобой успели немножко обсудить, что, в принципе, зло-то живет в каждом из нас. Конечно. Ну, а как вот не допустить выхода вот этого зла, да, чтобы не совершать... Этично надо выражать зло обязательно. Ну, не зло, а агрессия, потому что мы все бунтари, все приходят как бы сюда бунтовать. Что-то доказать кому-то. Да, так же, как вот была эпоха такая, сейчас вот такая, и все думают, господи, как вы жили вообще, что это вообще было? Вот, и каждое поколение, вот это вот, отцы и дети, вот этот бунт, как я говорила несовершеннолетним, говорю, вы почему бунтуете-то как бы вот так? В одном векторе очень так понятно, неэтично, вы почему не можете бунтовать вот так, играючи, шутя, там как-то... То есть, направить свою энергию, да, где-то разрушительное, наоборот, да? Да, ну, то есть, я вот очень много шучу, я понимаю, что я таким образом как раз людей немножко так подламываю, то есть, они вот упертые, да, такие вот, вот так. А я там пошутила, и он такой расслабился, да, понял, что, ну, это же гон какой-то. Ну, и как вариант, может быть, заниматься творчеством, да, расслабляться, направлять свои мысли на что-то? Ну да, конечно. А там мыслей вообще нет, когда ты вот погружаешь, да. Ну что ж, спасибо тебе большое, Оль, было очень интересно с тобой поболтать. Ну, а нашим телезрителям я хочу рассказать следующее, что у Оли есть страничка в Инстаграм, Вазули. 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 Кто-то просто называет Вазули, кто-то Вазули. Вы можете почитать ее заметки, ее впечатления о том, как проходят подобные мастер-классы, работа в тюрьме. Подписчиков прибавилось, потому что вот почему-то очень... Маленько, да. Какие планы в дальнейшем? По тюрьме? Где еще? По тюрьме? Нет, может быть, ты... Может быть, куда ты еще отправишься? Ну, я считаю, что в тюрьмы ездят не все, не все могут найти в себе там душевные силы и вообще время на этих людей, но... Да я вообще, если честно, была в шоке, когда увидела вот эту большую заветку в Инстаграм. Тюрьма, часть первая. Оля, вот смотрю на тебя, обычная девчонка, такая светлая, добрая, позитивная. Как? Ну, это тоже выражение моего бунта. То есть я поработала с общепризнанными ангелами, слепыми детьми, да? И вот с такими. Ну, в общем, не знаю, что дальше ждать от тебя. Может быть, еще какая-то третья сторона появится, которую ты начнешь изучать. Тебе удачи в любом случае и успехов в твоем творчестве. Мы продолжаем нашу программу, смотрим прогноз погоды, новая тема.